Косметика российского бренда Бабушка Агавия. Многим вам знакома. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что у нас для вас сегодня замечательное предложение. Это такая небольшая коллекция растирок, которые в основном направлены на те заболевания, которые связаны с простудными явлениями. И в эту коллекцию входят три бальзама, три растирки. Один бальзам на гусином жиру, другой бальзам эвкалиптовый и третий бальзам с пчелиным ядом. Давайте же рассмотрим каждый из них поподробнее. Вот первый бальзам на гусином жиру. Гусиный жир уже очень-очень давно используется в народной медицине. Использовался еще до крещения на Руси и назывался он даром богов. И не зря, потому что этот замечательный компонент, гусиный жир, очень хорошо впитывается через кожу, глубоко проникает в мягкие ткани, и вместе с собой все целебные компоненты, которые находятся в этой баночке, в этой растирке, они проникают прямо глубоко под кожу, к очагу заболевания. И в этом бальзаме находятся такие еще полезные компоненты, как прополис, который обладает очень хорошим антибактериальным и противовоспалительным свойством, также мумио, которое еще Аристотель называл лекарством от 100 болезней, масло кедрового ореха, богатое витаминным составом и микроэлементами, а также и хиноцея, липовый цвет и горчичное масло. В общем-то, этот бальзам представляет собой такую разогревающую субстанцию, которую вы наносите круговыми движениями на область груди или на область лопаток, если у вас простудное заболевание, сопровождающееся кашлем. И этот бальзам работает на глубокое разогревание и на то, чтобы разогнать все застойные явления в грудной клетке. Пожалуйста, используйте его при первых признаках простуды. И этот бальзам рекомендован для всей семьи, будь то дети, взрослые или пожилые люди. Следующий бальзам, который находится в нашей коллекции, это совсем знакомый компонент, который очень часто используют в средствах, рекомендованных для борьбы с простудными заболеваниями. В этом бальзаме находится экстракт дерева эвкалипта, который считается самым большим деревом и самым сильным, обладает антисептическим свойством и также дезинфицирующим. И особенно этот бальзам показан тем людям, у которых простудные заболевания сопровождаются еще насморком. Вот эти вот неприятные симптомы, заложенность носа и заложенность горла, очень хорошо с ними бороться при помощи вот этого бальзама, который рекомендован также для использования всей семьей. Но я, как мамочка, могу рекомендовать особенно этот бальзам деткам, которые простудились, у которых течет носик, которым тяжело засыпать ночью, и они просыпаются от наспорка. Тогда, пожалуйста, небольшое количество этого бальзама наносите в область носовых пазух или на височки. Но также могу с удовольствием рекомендовать такой вид бальзама «Бабушка Агафья» для тех людей, которые страдают бессонницей, поскольку пары эвкалипта, а здесь мы говорим как раз-таки об ингалировании, если мы наносим сей продукт на кожу и кожные покровы. Вот эта ингаляция эвкалиптовая очень полезна для людей, которые с трудом засыпают или беспокойно спят, поскольку она обладает успокаивающим эффектом. Также этот бальзам очень хорошо наносить на уставшие ноги. Так что если вы пришли с работы и сняли обувь на каблуках, пожалуйста, нанесите сей бальзам на свои ножки, который обладает прекрасным охлаждающим эффектом, и усталость снимается как рукой. Третий бальзам, который я позволила себе напомнить эту коллекцию, это бальзам с пчелиным мёдом. Всем, конечно, известно, что пчелиный мёд и даже пчелиные укусы очень хорошо помогают при болях, если радикулит, если ревматизм. И даже народные целители и травники используют просто-напросто укусы пчёл. Сажают пчёлок на спину, пчёлки кусают, попадает яд под кожу, и тем самым снимается болевой синдром. Так вот этот бальзам содержит в себе уже пчелиный яд. И поэтому, если у вас какие-то недомогания в спине, если у вас какие-то прострелы, болит поясница, или бывает что-то вот вы поднимете и потянет у вас мышцу, или продуло, вот это средство является замечательным в этом случае. И кроме того, здесь содержатся ещё другие очень полезные компоненты. Это и маточки на молочко, это и прополис, это и орника, которая обладает таким свойством, как улучшение кровообращения. То есть вот этот бальзам я рекомендую как раз-таки для тех, у кого какие-то заболевания связаны либо со спиной, либо с суставами. Это также могут быть артрозы или артриты. И ещё я хотела бы порекомендовать этот бальзам тем людям, которые занимаются спортным или тяжёлым физическим трудом. И если у вас переутомление и неприятные ощущения в мышцах и во всём теле, вы тоже замечательно можете использовать этот бальзам. Наносите, пожалуйста, его круговыми движениями на болезненный очаг. И если нужно, дополнительно ещё укутайтесь в тёплой ткани, лучше всего в шерстяной. Итак, вот этот вот замечательный комплект мы предлагаем для вас по водной цене. Прямо сейчас вы можете позвонить, его заказать. Комплект из трёх растирок. На гусином жиру, с эвкалиптовым маслом и растирка с пчелиным ядом. Но вы также можете заказать эти бальзамы по отдельности. Полюбившийся вам бальзам или тот, который вы наиболее считаете для себя полезным, вы можете заказать также в тройном варианте. Либо три бальзама на гусином жиру, либо три бальзама с эвкалиптовым маслом, либо три бальзама с пчелиным ядом. Заказывайте прямо сейчас. Жду ваших заказов.